всем привет это артемий сурин кругосветка большой круг сейчас записываю вам видео в котором подробно расскажу интересующие вопросы которые вы спрашивали в комментариях на ютюбе на фейсбуке я думаю всем это интересно кто задумывается о своей кругосветки либо более каких-то коротких путешествиях и так где останавливаюсь что бронирую какие ресурсы использую прежде всего скажу что в принципе за 100 дней пути всего несколько раз когда я останавливался в пустыне например были еще моменты когда в карпатах палатках но по пути чаще всего ты естественно должен находить какие-либо ночлеги кров над головой как правило я останавливаюсь в мотелях либо в отелях и для этого использую чаще всего кстати хочу акцент особый сделать ребята что все что я сейчас говорю это не реклама никто за это не платит я просто делюсь своим опытом а вы дальше уже с этой информацией уже по своему выбору используйте ее либо может быть будете иметь свое мнение но подчеркиваю это все идет true искренне без никакой рекламы без никаких оплат и так основной ресурс который я использую для бронировки отеля это пресловутый монстр самый масштабный booking . com в нем я имею же статус genius путешественник который позволяет получать скидку порядка 15 процентов также я иногда но всего несколько раз использовал airbnb и порой конечно же удавалось останавливаться где-то в гостях у друзей либо у знакомых на пути но для бронировки чаще всего и прежде всего я открываю booking.com первое заранее я особо ничего не бронирую как правило бронирую день в день либо максимум на следующий день потому что ты едешь в принципе по пути ты зависишь от автомобиля который куда-либо тебя привезет либо от автобуса который здесь например в южной америке могут задерживаться на booking.com достаточно большой выбор разноплановых отелей я порой ставлю какие-то фильтры чтобы оценка была не ниже 8 чтобы цена была не ниже там 50 или порой 100 долларов в зависимости от места либо стараюсь выбирать какие-то интересные вот такие вот места типа кемпингов типа может быть глэмпингов загородных домов сейчас уже тоже все это есть на этом ресурсе потому что он большой из него генерируется очень большой поток клиентов а для нас это интересно и выгодно первое потому что ты имеешь большой выбор второе если ты часто его используешь ты можешь иметь скидку и третье то что мне нравится в букинге то что они в принципе ну так своими словами сказать защищает своих клиентов тянут мазу за них да если вдруг что-то у тебя не получается то есть ты можешь обратиться в службу поддержки там и русский язык есть и английский и в принципе они достаточно четко помогает еще что порой бывает у меня да когда я приезжаю в отель в букинге цена например 50 долларов я останавливаюсь бронирую в букинге одну ночь чтобы посмотреть понравится ли он мне либо что-то меня смутит я переезжаю другое место если мне понравился я хочу продлить еще одну или две три ночи я спокойно могу подойти на рецепцию сказать о том что друзья я могу забронировать через букинг но у вас комиссия будет либо вы можете мне сделать какой-либо дисконт и я заплачу вам напрямую это будет для вас выгоднее здесь я не вижу никаких как бы хитростей на мой взгляд это оптимизация поэтому такой тоже аспект я использую что касается airbnb конечно же класса находи там квартиры замечательные какие-то дома но так как часто я приезжаю поздней ночью для меня важен фактор чтобы была любая но круглосуточная стойка регистрации потому что если эта квартира либо это дома не очень удобно в час ночи в 12 связываться с владельцами объекта и как бы это дополнительные вносит еще какие-то скажем так заботы геморрои по этому поводу конечно же есть большие отрезки которые я прохожу на кораблях это уже была трансатлантика сейчас будет антарктида затем тихий океан там ты ничего не бронируешь ничего не платишь круизы так сам по себе достаточно дорогая штука поэтому уже по идее проживание включено в общем то вот так друзья говорю как есть что чаще всего у меня открывается в моем смартфоне это ресурс booking как есть и мне он в принципе нравится делитесь своими возможно выводами советами опытами у кого возможно были какие-то проблемы факапы довольны ли вы этим ресурсом или недовольны может быть посоветуете еще что-то одна голова хорошо но много еще говорится лучше больше информации больше возможностей а я продолжаю свой путь ждите дальше интереснейших выпусках которые будут с вами делиться вот чисто такими трушными не причёсанными под программу моментами как еду на чем добираюсь как планирую что с вещами что со стрессами что с дорогами что с едой что с проживанием со всеми со всеми этими делами подписывайтесь на канал большой круг мечтайте о кругосветном путешествии и конечно же желаю вам воплощать его жизнь все справдей кувается на 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 глибни и диманты тропляются да boris это В них рідне повітря нам жити житину Скажи, хіба з тобою в мене айлергі? Навіки у воді захоплені вітром У морю млій літ такий тонкий Ходимо, бежимо, лі-лі-літаємо Навіки у воді захоплені діти У морю млій літ такий тонкий Ходимо, бежимо, лі-лі-літаємо Ходимо, бежимо, лі-лі-літаємо Ходимо, бежимо, лі-лі-літаємо